Добрый, добрый, добрый день! Сегодня я хочу вам рассказать о таком прекрасном, вечно зеленом растении, как бересклет. Сорту бывает очень много, но бересклет привлекает своим вниманием тем, что он вечно зеленый и то, что он пистолизный. Посмотрите, какой создается ковер из таких красивых нежных листочков. Смотрите, изумрудная листва, белая каемочка и он действительно является украшением нашего сада. Очень легко, очень быстро разрастается. Сортов бывает очень много, но технология выращивания практически у всех одинаковая. Я не буду вас заморачивать названиями, вычеркнули этого бересклета. Для меня это просто бересклет садовый. Как я вам сказала, он вечно зеленый, немножечко листья такие восковые. И мы всегда знаем, что такие растения очень боятся переувлажнения. Поэтому высаживайте его там, где нет застоя воды. Он очень красиво смотрится на альпийских горках. Бесподобно. Вот таким вот ковром он стелется, разрастается и создает такую прекрасную-прекрасную картину. Он очень легко размножается. Я вам в конце видео покажу. Вот видите, результат. Буквально за три месяца вот такие прекрасные кустики идут. И такие бересклеты, как я вам сказала, не любят такого застоя воды. Но и пересушивать его нельзя. Считается, что лучше один раз его очень глубоко залить, чтобы вода прошла, и оставить на какой-то период в фазе покоя. Бересклит, он чередует фазы роста. Он может очень быстро нарастать. Вот такой вот у вас новые вот такие вот веточки. Потом как затихает на какой-то период. Потом идет снова новая волна роста. И практически у него как бы нет периода покоя. Вы даже зимой можете увидеть, что потихонечку ваши веточки трогаются в рот. Размножается он, но очень легко. Прежде всего вот такими вот посмотрите. Видите? Длинными отросточками. Он у вас телется. И благодаря этому очиток очень любит, чтобы его прищипывали. И он тогда будет у вас вот таким шаром расти. Видите? Если вы ему дадите расти так, как он хочет, то он расползется у вас на большую территорию. Веточка вот так вот будет ложиться на землю. Укореняться. Он так будет распространяться. И очень хорошо запомнит и быстро вашу территорию. Еще такой бересклит мне очень нравится, если посадить вблизи дома. Он даже вот так как опору может стеночку вашу использовать и тоже может украшать вот такой красивой изумрудной листвой. Вы знаете, бересклет, несмотря на то, что он вот такой восковой и, казалось бы, ну, вечно зеленое, неубиваемое растение, оно тоже может поражаться болезнями. Поэтому, когда вы весной обрабатываете свой сад, обработайте бересклет от грибковых заболеваний. Ну, это обычно медносодержащие, можно медным купоросом, ну, или какие вы используете препараты в своем саду. Перестрахуйтесь и обработайте и бересклет, для того, чтобы он остался всегда у вас вечно зеленым. Посмотрите, у меня бересклет темно-зеленый. Это благодаря тому, что он у меня растет, ну, в такой рассеянной тени. Ну, бересклет любит полутень. Можно его высаживать на яркое солнце. Но я вас сразу хочу предупредить, что листья могут подсыхать, даже буреть немножечко. Поэтому, ну, считается, что он солнцелепное растение. И для того, чтобы хоть сохранить и коронирность листьев, я все-таки советую вам зажать его в полутень. И вот посмотрите, сейчас в сентябре, это мы в мае-июне начипали леточек, посадили. Вот, посмотрите, он трогается в рост. Видите, легко укоренился здесь, корешки уже очень хорошие. И мы на весну будем получать такой, ну, очень объемный, пышный костик. Еще раз хочу сказать, что бересклет любит, когда его вот так вот прищипывают. И он будет так допуститься у вас и будет образовывать такие шарики. Если вы хотите, чтобы заросла большая территория, тогда оставляйте длинные плети, прищипывайте. И он будет у вас ползти, расползаться и радовать вас вот такой вот прекрасной-прекрасной картинкой. А вот посмотрите, мы его посадили при стеночке. И он очень красиво делает такую опору на стеночку и поднимается вверх. Тоже создается такая очень красивая картина. Повторяю, бересклет это вечно зеленое растение. Поэтому и зимой он нас радует, ранней весной. И вот когда сейчас западет листва, ну, он особенно будет себя проявлять. Видите, листья изумрудные, здоровые, практически ничем не поражаются. Ну, еще раз вам повторяю, что если вы обрабатываете свой цветник, пройдитесь лишний раз и по бересклету. Очень любит он удобрения. Обычно зеленые растения на азот хорошо реагируют. Они стимулируют рост. Поэтому не проходите мимо, удобряйте бересклет. И вы вот получите такое прекрасное-прекрасное вечно зеленое растение. Прекрасно размножается бересклет. Очень легко, он отзывчиво. Посмотрите, легко дает зелень такую красивую. Видите, она даже вначале лимонная немножечко, потом она белеет, поэтому очень легко укореняется. Поэтому это самый лучший способ размножения. То есть отщипнуть веточку 10-15 см, вот так ее в землю полить. И вот подождать 2-3 месяца, и у вас получится такое прекрасное зеленое, вечно растущее растение. Так что сажайте обязательно бересклет в своем саду. Он очень отзывчивый, очень красивый. И украшайте свой мир цветами.